Доброе утро, Бокертов, дорогие друзья! Начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы ЦАВ. В цифрах венок написано, что вторая повелительная заповедь поддерживать огонь на жертвеннике. Написано, что огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. И мы знаем, что дрова на жертвы подбрасывали утром и в послеполуденное время. Утром это жертва, которая называется утреннее жертвоприношение. Все сожжение начинается с летой жертвы и заканчивается Минха дневным приношением. А молитва Маариф, которую мы читаем вечером, она соответствует тому, что огонь догорал на жертвеннике вечером и уже утром чистили жертвы и подбрасывали новые дрова. Так это работает. Огонь не просто так горит, он поддерживает жизнь нашу. И одно из свойств человека из четырех стихий это огонь. И в нас должен бушевать огонь, когда мы исполняем заповеди, он должен у нас быть все время. Это конечно величайшее чудо. Наши мудрецы говорят, что на жертвеннике было три поленицы дров и три костра. Для чего это было, это отдельная тема. Но огонь мы должны были поддержать постоянно. Говорят, что это был невидимый огонь, который давал Всевышний. Нам просто нужно было выполнить ту заповедь, которую Всевышний сказал. И мы это делали ради заповеди. Огонь горел сам. Один раз нам Всевышний это покажет. В главе Шмени он нам показал, как огонь вышел и сжег на жертвеннике жертву. Моментально. И весь народ возликовал и пал ниц. Такое было чудо, что трудно себе представить, как это может быть. Лежит бык на жертвеннике и тут мгновенное сожжение. Как испепелился и вышел моментально. То есть, как работал жертвник. Животное сгорало на огне. Можете представить, что такое сжечь быка. Какая должна быть температура. А он из меди. Какая медь выдержит такую нагрузку. Мало того, что он деревянный и покрытый медью. И дерево не сгорело. И медь не сгорело. Ни решетка не поплавилась. Ничего. Чтобы испепелить нужна очень большая температура. Ну, я не знаю. Это можно представить, как электросварка. И такую температуру 7000 градусов сделать, чтобы оно сгорело моментально. То это не так-то просто. А тут все сгорает. То есть, типа микроволновой печи. Когда мы ставим микроволновую печь, какое-то блюдо. Тарелка остается холодной. Блюдо горячее. Вот что-то было невообразимое в данном случае. Вот так сгорали жертвы. То есть, этот огонь, это невероятный огонь. И тушить его нельзя никогда. Все время поддерживать пожертвы. Наша задача в жизни. Поддерживать огонь Торы. Чтобы он нас горел. Чтобы мы пламенно выполняли заповеди. И тогда Всевышний приведет весь мир к хорошему состоянию. Пришлет Машеха. Который будет царем. Возглавит еврейский народ. И спасет весь мир. Вот так. На сегодня наш урок заканчивается. Ставьте комментарии. Лайки ставьте. Делитесь этим уроком. Чтобы все у нас было хорошо. Урок был дан за поднятие души Яков Беннахум. Владимир Бен Григорий. Лев Бен Шмуэль. Павел Бен Ефим. Хая Малка Бат Йосиф. Мира Бат Аврагам. До здоровья Борис Бен Мария. Светала Бат Клара. Анна Бат Ривка. Полина Перв Бат Соня Сура. Женя Бат Ида. Лена Бат Клара. Анна Бат Елена. Евгений Бен Софья. Двойра Бат Мирьям. Моисей Бен Ева. Ирина Бат Двойра. Йосиф Бен Раиса. Инесса Бат Маэль. Евгений Бен Берта. Евгения Бат Ида. Из Кахшимон Бен Бейла Мотел. Фира Бат Анна. За здоровья Гитл Бат Мирьям. Зар Шадух. Рон Арье Бен Двойра. Денис Бен Нахум. Сара Бат Сара. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok